Братья и славяне, всем привет, с вами Ктархонт. Вы вновь меня слышите, а на экране видите наш с вами путь к России. Русское царство, которое очень сильно вам зашло. Аж до такой степени, что вы на 13 серии набрали почти на 500 лайков больше, чем на первой серии данного прохождения. И да, как-то с моей стороны было некрасиво задерживать выход, но я не хотел для вас выпускать что-то, так скажем, филерное. То есть пустую серию, где я бы очень быстренько показал короткий промежуток времени и все. Поэтому я выходные пропустил, но зато спокойно посидел последние два дня, записал материал и сейчас для вас выкатываю серию. Там же побольше событий, побольше геймплея вышло и в целом, я надеюсь, она будет для вас интересной. Но хватит болтать, постараюсь сильно так не задерживать. И всем приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее. Давайте-ка войну прокинем в Венеции. Да, она сюда переехала и здесь спокойненько сидит и живет. Как вы понимаете, надо разобраться. Истощение вражеских армий, куча восстаний, ну куда уж без этого. За 24 дня пала крепость. Ну и понимаете, что сейчас добиваем армию противника и все, Венеция тоже захвачена. Хотя вот наш флот отлетел от венецианского. Хм, 4 сильных корабля решили судьбу наших кораблей, ясно? Наш флот слаб, но мы в него верим. Обстанческие настроения нам кидают, но, к счастью, у нас национализировался город. И все, сейчас 65, так что более-менее нормально. Стабильность. О, нет. Нет-нет-нет, Екатерина на тот свет отправилась. Ну ладно, у нас Петр Второй Рюрикович, 453, наследник Иван Рюрикович, 232. Жалко, что его обучать уже нельзя, но да ладно. Мария Терезия фон Гамсбург, вот это королева Мария Терезия. Петр женился удачно. 32 годика я, конечно, хотя ему уже 41, так что нормально. Доступна у нас с вами реформа Никона на минус 2 стапки терять ради эффективности миссионеров. И плюс 2 к над с беспорядком. Честно говоря, я пока реформу не хочу проводить. Ну да, как бы она исторически была, но то, сколько она дебафов дает, мне не нужна эффективность миссионеров. Плюс 3 в обмен на церковный раскол, который даст одни минуса. Готово задание на захват Средней Азии. Прожимаем, получаем претензии. Ну и дальше приближаемся к Индии. Правда, пока нам бы надо заселить с вами, как вы понимаете, Западную Сибирь. А это дела с Иркутском, надо сепаратизм уменьшить. Дело не быстро, а зато потом, как быстро, и Восточную Сибирь сделаем. И города Сибири западные прожмем. В целом, дальше я так продвинуться неплохо. Мы уже скоро в колонизацию Аляски уйдем с вами и в Восточную Манчжурию. Алжир, держи очередную войну, и на сей раз тебя будет поддерживать, не поверите кто? Да, Испания. Пускай она повоюет немножко и постарается здесь. Вот он, северо-восток Тихого океана, который мы с вами видим. И да, я понимаю, что здесь куча Испании будет. Очень много испанцев, с которыми придется воевать. Реставрация собора Святой Софии. Смотрите-ка, мы с вами получаем в Царьграде доход от налогов провинции, число рекрутов провинции, а так миссионеров плюс один и изменение престижа за год тоже плюс один. Ну что ж, аминь. Нам с вами снова поможет Польша. Смотрите, мы на нее нападаем, и заступается огромнейшее количество стран. Да, немало, скажем так, мелочи. Но за нас Австрия и Испания. И самое важное, что сюда вступает Испания. Ибо, как вы помните, она гарантирует Ежень. А если она будет в войне вместе с нами, то никакой гарантии на Ежень, естественно, не будет. Силезия, Трансильвания, Ротенбург, очень много стран разных. Я не буду их призывать как основные своющие силы. Нам с вами главное, как вы понимаете, позвать сюда Испанию с Австрии, а остальное не так важно. Почти следом мы с вами нападаем на Ежень. Как видите, заступается только Япония. Да, тоже неплохой на самом деле и грозный противник, но с ним будет разобраться явно попроще. А пока, Ежень, держи атаку со всех направлений. Вот это битва, смотрите-ка. Отлично, мы только что откинули японскую армию. Сейчас еще одна к нам идет, и мы ее тоже откидываем. Ну что ж, неплохо. Пока здесь держимся. В этот момент Ежень тоже почти полностью изничтожен, так что сейчас эти армии отправим на войну с Японским Северным Китаем. В Европе же в это время все достаточно легко, здесь проблем особых не испытываем. Все же здесь преимущество явно на нашей стороне, множество союзников, которые решают за нас все проблемы. Вбиваем противника с Пекина, смотрите с минусами. Ох. Мы, конечно, не шотнем, но... Подожди, шотнули? Воу! Мы только что шотнули армию Японии, вау! А это неплохо, знаете ли, вполне себе. Держали очень опасную атаку японцев. Тяжеловато, конечно же, было, но откинули их основную армию. Еще одну армию только что японцев здесь откинули. Они прям, знаешь ли, раз за разом на меня лезут. Ммм, стоит ли рисковать? Хотя да, там пехота чисто. Давай уж, я думаю, с пехотой-то разберемся без проблем. Отлично! И японцев мы здесь, конечно, так-то сдерживаем неплохо. Хотя, если посмотреть ту армию, то у них нормально. Сотня тысяч есть. Выкидываем из этой войны Японию. Но она нам здесь просто на все с вами не сдалась. Посидим просто с Иженем. Забрать все я не могу, потому что 102 сверх расширения. Ясно все с вами. Но можно же все обыграть и отдать часть территории Часон. Поэтому мир. Да, не очень красиво, но знаете уж, как и есть. Присоединить его потом будет 783 очка стоить. Поэтому, я думаю, сделаем. Будет наш с вами Корея. С нашими законами и правами. Но пока мы тут очень много территорий отобрали под себя. И нам доступен с вами последний уровень развития нашего государства. К сожалению, не могу взять просвещенное правление, которое было бы на самом деле неплохо. Стоимость идеи, изменение величия, цена повышения развития. Но надо просвещение. А до просвещения нам еще 200 с лишним лет. Можешь, конечно, уйти в республику, либо в теократию. Но это все как бы не про нас. И остаются законодательные палаты. Возможно, админ политика плюс один. Либо же абсолютизм. Но абсолютизм пока еще у нас идет эпоха реформации. Как-то особо-то на самом деле не сдался. Поэтому возьмем с вами, видимо, законодательные палаты. Посмотрите на промежуточные миры в Европе. И да, здесь и появляется православие. Островок, 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 островок. Ух, да, я понемножечку, понемножечку. Но добавляю православие в эти земли. А то как-то Европа засиделась тут в реформаторстве, в протестантизме, в католичестве, в борьбе двух этих религий и так далее. А мы такие влетаем. И православие. Все спокойны, все рады и довольны. А вот и оно. Присоединение Болгарии. Да, здесь еще Валахия, конечно же, остается не очень красивым таким местом. А так, мы с вами неплохо территорию подсобирали. Да, доход с них небольшой. Но все же неплохо. Множество земель теперь под нашим прямым контролем. 111 монет. И вот на всего заплатить за перевод религии шаманизма в православие. Вот это я понимаю цены. Демократичненько. Придется мириться вот так вот. Ммм, да. К сожалению, не все забираю. Хотя мне все это надо. Но уже 97% сверхрешения. Как вы понимаете, больше не могу. Ну а мы с вами почти приблизились к завоеванию Польши. Да и к Чехии и Словакии тоже постепенненько приближаемся. Ну а про родину славян, как видите, да, тоже близко. Здесь я, наверное, буду вассал уже раскармливать. На вот этот вот Гольштейн, который здесь так уверенно разрастается. Ну как раз таки там, смотрите, Бургундия. Страны неплохие. Как раз можем здесь вассалу поддавать территорий. А вот и активирован модификатор. Центр Европы. Эффективность торговли плюс 5. Глобальное торговое влияние плюс 10. Неплохо мы уже становимся центром Европы. Ну что ж, Османская империя. Пришла пора попрощаться с вами окончательно. Римская республика, Бургундия и Швейцария согласны их поддержать. Австрийцы же, как вы понимаете, согласны поддержать нас. Мы даже им согласны дать территорию. А мамлюки просто так согласны бывать. Ну, тут как бы спасибо, мамлюки, вам на этом. За доброе слово, такую за добрую помощь. Погнали. Самый главный противник наш на самом деле, это, как вы понимаете, будет Рим. Да, у него очень много войск. Этот сильный, но я понадеюсь, что австрийцы и мои вассалы здесь вместе затащат. Последний бой с Османской армией. Но тут, как говорится, преимущественно нашей стороне. Однозначно все. О, нет, еще не последний, давай добьем. Все, шотнули. Больше Османов нету. Эх, погрустим немножко. Но недолго, знаете ли, будем грустить. Сейчас еще с их флотом разберемся. Окончательно. И тогда можно сказать, что все. Османы уничтожены. Уничтожены. А еще и на фоне шотнули, смотрите-ка, римлян. Ух. Римляне таки уверенные тут что-то делают. А нет. Прощайте, как говорится. Но я не знаю. Воу. Воу-воу-воу. Что у меня тут на севере творится? Хм. Неплохо здесь римляне прошли. Надо им сказать, кто здесь правит. Показать. Хотя очень тяжело побеждаем. А почему у них 4-6 бв дух? Войной традиции, престиж, депрессу. Воу. Боу-духу, конечно, у нашего противника не занимать. Первая наша с вами колония. Алиуты. Ура. Возрадуемся эту делу. Кроме того, у нас тут рядышком с вами Денеза есть. Я, наверное, даже не буду в нее отправлять. Отправим сразу же в Кенай. Но высылать меньшинство, конечно, дело интересное. И в целом можно бы было там турков выселить, еще кого-нибудь. Но проблема с переселением в том, что мы тратим очень много дип-очков. Да, 4 развития. Но 230 дип-очков за это. И повышенный рост. Не, давай просто колонист. Мир с османами, но, к сожалению, они еще остаются. Вот в этой вот одной территории. Потому что ее забрали австрийцы. Австрийцам я, естественно, ее отдавать не хотел. Но чтобы с ними что-то отношение все не портить, я ему одну территорию Швейцарии отдал. А мы здесь с вами, как видите, немало территорий подмяли. И институт можем внедрить за 13 400. Ой, как дорого. Ну, давай. Сообщение нам с вами о греческом сепаратизме. Приходит о том, что Восточно-Римская империя осталась в памяти большинства греков в некой утопии. И держава Греции станет считать провинцию своей национальной. Беспорядки в провинции увеличатся. И Византий перестанет считать провинции национальными. Ясно, как бы хорошо. Вот она, Греция. Ну и ладно, нам никаких проблем. Финальный мир с Алжиром. И в коалицию Османской империи. Понятно. Все. Смотрите-ка, между Марокко и Тунисом территория данная теперь официально разделена. Ну и наше дипломатическое влияние. Можем немножко полюбоваться этим делом. Да, да, да. Неплохо так север. Африка находится теперь под нашим влиянием. Ну а под конец, куда же без статистики, да, того, что вы ждете. Во-первых, у нас власть уже Иван IV Рюрикович. Да, да, да. И у него есть сын опять Петр. Петров у нас на самом деле очень много выходит. И королева у нашего царя это Екатерина Меньшиков. Именно Меньшиков, а не Меньшикова. Начнем мы с вами с карты религии. И посмотрите на это православие. Да, да, да. Почти все мои территории являются православными. За исключением вот небольшого, скажем так, оплота. То есть вот этих вот немножко территорий адвичан, которые мы получили. И здесь, которые недавно так завоевали. Все остальное это православные земли. Православие сейчас, наверное, занимает одну из лидирующих позиций. И да, в целом я был прав. Мы даже перегнали католичество. На, между прочим, 70 провинций. Хотя православие исповедует всего на всего 10 стран. В то время как католичество 25. И да, мы мощно идем. Ну, понятное дело, что суннизм, индуизм еще жив. Ну, а всякие там конфуцианства, реформаторство, все эти страны уже у-у-у-у. Единички, скажем так. Хотя христианизированный эллинизм у нас с вами... А, ну это религии, которых нет. Я уж думаю, где? Вроде нету такой религии. А вот такие вариации еще в моде есть. Но, как видите, на карте мы, к сожалению, их уже не видим. По карте культур в целом вряд ли особые изменения какие-то есть, да, тут у нас, конечно же, русская культура, да, вот здесь вот такой островочек, я не буду все делать русской культурой или еще какой-то максимум, я вот тут вот, может быть, поделаю и красоту сделаю с русской культурой, потому что это выкидывание дип очков в никуда почти, а мы сами отстаем из-за того, что очень много вассалов было, я их присоединял, и, как вы понимаете, сейчас очков не хватает. По технологиям, кстати, я отстаю по военке на один уровень, здесь вообще очень сильно, то есть, понимаете, расклад, да, не гладенький, но зато хотя бы по институтам, скажем так, по принятию всех этих нововведений мы, скажем так, идем с вами нога в ногу. Ну и то, что меня просили очень давно, давайте держите карту династии Рюриковича, ну это понятное дело, Рюриковичи в нашей стране занимают большинство. Давайте посмотрим, что творится же с другими странами, Гамсбурги, как видите, логично где, да, евреи где-то, кстати, не переведены, то есть у нашей Валахи, как видите, на английском. Ну а так, большая часть династий, как видите, отображается вполне себе нормально, читаемо на нашем с вами любимом русском языке, ага. Очень красиво, конечно же, выглядит вот это вот дело, посмотрите, просто на Испанскую Африку и на династию, которая там расположилась, но ничего не поделаешь. Испанцы здесь в этом плане молодцы. Ты тут Османа Гу, да, должен быть дед? Да? Кто тут? Ага, искал османов, думал показать вам их династию, османов-то больше нету, их съели. Османы потерялись, я этого даже не заметил. Ну ладно, хоть рассматривая династии, понял, что османов больше нету, ведь мы их с вами оставляли в этой провинции, а вот уже нема. Откуда у нас у мумляков? В целом, панди у панди, как бы это странно не было. Здесь очень сильно так одна династия распространилась, подожди, это куча разных стран, а, это Ава и Кмеры. Множество мелких династий, как видите, в Индонезии есть, в Японии у нас Ходзё, династия ханов в Корее. Америку я вам особо показать не могу, потому что я ее не вижу, ну как, островки вижу, то что тут колонии в основном и все. Вряд ли здесь остались свободные страны, скорее всего, все уже повержено. Ну и карта владения территорией, все, что у нас, как видите, все, что на зеленом цветом это принято. С них мы имеем деньги, кстати, наверное, ряд надо будет убрать, дешевеньких более-менее, потому что я делаю тут, говорят, на 22 развития, то есть их можно убрать и поставить на более богатые. Но так, да, у меня нету какого-то прям ядра, у меня вроде бы тут такой центр есть, но я и сюда разошелся, и сюда, и сюда, и как видите, очень много у нас в обладении. Ну а территорий еще больше, из-за этого коррупция на 0,6, из-за того, что слишком много территорий. Да, я тратить на искоренение коррупции немало, и в том числе еще из-за несбалансированных исследований. Но ничего, сейчас наш аппетит уже не такие сильные, я себя сдерживаю, да, я могу пойти откармливаться в Афганистан, еще куда-то, но нет, я себя держу. Здесь я кормлю вассалов, стараюсь, чтобы они росли, а я особо не жирел, скажем так. И на этом в целом серия подходит к концу, на дворе 1586 год, скоро 17 век, на дворе ступит, а мы с вами уже велики. В следующей серии я планирую заселить уже Западную Сибирь, там нужны только очки и деньги, продвинуться в города Западной Сибири, в освоение Восточной Сибири. Ну, как вы понимаете, уже и в Восточную Манчжурию можно будет продвинуться в города, в разнообразные, скорее всего, по войне даже с испанцами, либо с мамлюками. Да, планы у нас на следующую серию достаточно большие. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы поддержите эту серию своими лайками, комментариями, предложения оставляйте свои. Не забывайте, конечно же, подписываться. И до скорых встреч. Надеюсь, увидимся как можно быстрее.